Продолжаем тестировать вот эту Макиту, а скорее заканчиваем, потому что это будет последний ее тест в режиме морозилки с питанием от вот этих вот шестерочек родных батареек. Вот только что закончился тест в режиме холодильника, мы от двух батареек получили 31 час. Здесь вот некоторые были сомнения, в общем это все в предыдущем видео, смотрите все ссылки в описании. Также мы ее сравнивали с китайцем, какое безобразие. В конце мы также подведем итоги в самом последнем видео, вообще по всем вот этим вот замерам, сколько она потребляет и по поводу температуры, как она держит. Она это Макита, не знаю почему, для меня она женского рода. Вот здесь вот у нас есть термодатчик iSocket, это нам позволяет не просто смотреть температуру, но и также собирать ее каждую минуту. Ладно, скоро увидите. Начинаю я с окружающей температуры в районе 20, да, к сожалению в августе уже в Финляндии не так тепло. В доке у нас есть параметры данные для 30, мы к ним тоже вернемся, посмотрим о том, сколько должны обеспечить питание эти батарейки. Мы будем в этот раз тестировать в режиме морозильника, минус 18, потому что про холодильник предыдущее видео. Потом мы эти батареи будем заряжать, будем смотреть сколько в них влито. Это нам насчитает iSocket, к которому этот зарядник подключен. Значит, что еще интересно, из-за того, что мы вот в прошлый раз, в прошлом видео увидели 13,5 часов на одну батарею и 17,5, я решил использовать те же батареи и посмотреть повторится ли такая тенденция, то есть является ли у нас какая-то батарея хуже, там старее или как-то. Для этой цели я их отмечу, вот здесь вот у нее вот это вот первый отсек, вот это вот второй, здесь будет рисуночек первой батареи, здесь второй. Вот я для себя вот так отмечу, первая у меня будет вот эта, а вторая вот здесь вот такая у нее, видите, пошарпанная, впуклая. Вот, я их так, соответственно, и поставлю, и мы потом посмотрим, есть ли какая-то тенденция по тому, какая хуже. В принципе, ну, мы начинаем это с 20, но в нормальных условиях, когда вы там куда-то едете, скорее всего, вам не надо на батарейках его охлаждать, ну, это же какая трата энергии батареек получается, вы, скорее всего, его сперва до минус 20, там, через DC-DC адаптер охладите, и потом только уже подключите к батарейкам, когда, например, из машины вытаскиваете. И вот я, кстати, решил эксперимент по поводу того, какая будет температура, когда я еду в машине в режиме морозильника, держа его. Посмотрим этот эксперимент, и потом вернемся сюда к подключению. Интересный сценарий, хочу помониторить температуру в режиме морозилки, пока веду, где-то час буду вести, поэтому iSocket подключен здесь, датчик iSocket прокинут туда. Пока что это от IC-DC адаптера работает, потому что розетка включится только, когда зажигание будет включено. Вот, за этим этот просто стоит, не буду за ним следить, а за этим где-то часок интересно будет посмотреть, что с температурой, когда багажник закрыт. А в реальности профайл здесь интересный не накопился. Кстати, стартанул я, ну вот, отключил IC-DC и стартанул, когда тут было где-то минус 15, это еще на подъеме графика, то есть когда компрессор не работал, температура падала, потом где-то тут компрессор включился, температура поднималась, потом где-то тут компрессор включился, температура падала. Вот это вот период, это когда вообще отключал мотор и получается, что и сбор, ну, значит, отключалась энергия для iSocket и сбор, соответственно, данных отключался. А потом получилось так, что мы идем на подъеме температуры, когда компрессор не работает и, в общем-то, вот так до этого и дошли. В общем, если вы вообще полчаса там ведете, да, и у вас еще и ситуация там по тому моменту, когда компрессор отключен, температура поднимается, он ждет точки включения, то вам вообще не нужно это, да, там вообще его не нужно включать в машине. А если вы вот начали с верхней точки, да, ну, где-нибудь она вот тут вот была, там, ну, выше даже она должна была быть, когда компрессор должен включиться и вы с этого момента ведете, ну, да, вам нужно тогда его подключить. Как-то так. Если непонятно, то скоро увидите больше информации в результате этих экспериментов, которые сейчас будут. Ну, вот окей. То есть в нормальном случае вы бы ее сперва охладили, а потом бы подключили к батарейкам. Нет, мы начнем с 20 градусов снаружи, и у нас вот будет эксперимент такой же, как было с холодильником, где мы начали с 20 градусов снаружи, и посмотрим на их потребление, на их, ну, то, сколько они будут долго давать энергию. Все, включаем. Все, мы начали. Пол третьего, в районе 20. Если вас интересует, почему 16, я уже много раз об этом говорил в предыдущих видео, здесь уже не буду. Мы зафиксировали время. Все, просто ждем. Причем мне не надо здесь торчать, потому что на температурном профайле, вот здесь вот, я увижу излом, как вот здесь вот было в случае с холодильником, когда батарея переключится. Ну, и потом, когда вторая закончится, естественно, будет вообще подъем температуры. Это был режим холодильника, морозильник. Мы сейчас получим смещение вниз, в район 18. Все, просто ждем. Не прошло еще и часу, я пришел сюда, смотрю, уже одна палка съедена, и меня осенило. Я разгадал загадку предыдущего видео. Ну, конечно, ну, смотрите, ну, мы с 20 градусов охлаждаем до минус 18, в данном случае, мы тратим много энергии. А потом мы минус 18 только поддерживаем. Ну, естественно, от первой батареи будет меньше. И то же самое происходило в том случае. Мы с 20 градусов сперва до 5 охладили, а потом 5 поддерживали. Но это, честно говоря, интересно, что все равно разница колоссальная. То есть для того, чтобы охладить от 20 до 5, и потом на 5 поддерживать, нам батарея проработала 13,5 часов, а потом, чтобы ток поддерживать, 5 градусов 17,5. Колоссальная разница. Теперь уже мы делаем то же самое здесь. Смотрим, вот сколько батареи понадобится для того, чтобы охладить, потом поддерживать, и сколько второй, чтобы поддерживать. Будем это все смотреть по температурному профайлу. А потом, возможно, надо как-то по-другому произвести эксперимент. Все-таки его запитать от электричества, охладить, и потом смотреть только, сколько на батареях займет поддержать. Но, возможно, как бы, вот вторая часть это и есть про то, сколько одной батареи хватит для поддержания, в данном случае, холодильника. Но в этом случае узнаем потом про морозильник. Как-то так. В 17.17 я вижу 18. Приду попозже. Окей, не было у меня время активно помониторить эти батарейки. В волейбол пошел отбивать себе спину. Но сейчас вот за компом сижу больной хромой и анализирую. И я вижу вот здесь вот излом в профайле. Давайте мы просто за сутки выберем последние сутки. Ага, уже за сутки не получается. Сейчас, подождите. Это надо за 11 выбрать. Вот 11. Так, выбираем. А давайте, ладно, даже с 18. Нет, подождите, с 14 мы там. Во, окей, шоу. Все, окей. О, смотрите. Вам, может, еще и не заметно. Но вот здесь вот произошел излом профайла. Это как раз-таки переключение на вторую батарею. По-моему, это в предыдущем видео было более подробно покрыто. Поэтому я здесь не буду разбираться, что тут происходит, где работает компрессор, где он отключается. Просто вот мы фиксируем время 18 часов. Вот мы подключили, значит, 14.30, в 15.30 где-то он до 17, минус 17 заморозился, то есть полчаса. Вот потом, вот когда отключилась вторая батарея, где-то 22.30 и до нуля где-то у нас занимает, а что тут час занимает, 22. Нет, подождите, 22 давайте из большого минуса до нуля 23. Ну, где-то полчаса до нуля занимает нагреться. То есть от 20 до минуса большого полчаса охладиться, а от минуса большого до нуля, не до 20, а до нуля полчаса нагреться. Короче, смотрите, вот этот вот участок, вот этот вот участок, это заняло 3,5 часа. Я записал, мы сейчас пойдем туда, все-таки поковыляю и сделаем выводы. А вот этот участок 4,5 часа занял. То есть батарея 3,5 часа, 4,5 часа. Ну, давайте, ладно, не, не буду я вам здесь снимать, показывать четко, вам, наверное, это не особо интересно. Если интересно, в английском видео есть. Все, давайте идем, сделаем некоторые выводы. Ну, сейчас мы посмотрим, вывод сделаем только по поводу, сколько батарейки работают. Да, вот я это записал, то есть в этот промежуток, когда мы охлаждали 3,5 часа, когда просто поддерживали температуру 4,5 часа, в общем, 8 часов. А в инструкции на эти батарейки, вот здесь вот, значит, 2 шестерочки по 18 вольт, при минус 18, говорит, 6,5 часов, это когда снаружи 30. У нас снаружи 20, и мы получили 8 часов. Это говорит о том, что этим данным вполне можно доверять. Я не знаю, они созданы для того, они для случая, когда уже холодный холодильник или морозильник, или же они тоже там от 30 прямо как бы начинают, и при 30 это показывают. Не знаю, возможно, здесь это описано, но лениво читать. Не в этом суть. Суть в том, что эти значения, как и в предыдущем эксперименте с холодильником, мы подтвердили, что они очень-очень даже trustable. Вот, и я думаю, что мне нужно провести, наверное, эксперимент, когда его охладить до холодильника или до морозильника, или даже и того и другого, и тогда поставить обе батарейки. Потому что вот здесь вот в режиме холодильника 4 часа разница была для случая, когда мы это охлаждали и когда-то просто поддерживали. Здесь получается час разница. Возможно, стоит перекинуть эти батарейки здесь и посмотреть, получится ли такая тенденция тоже. Но, наверное, легче всего это охладить. До нужной температуры воткнуть две батарейки, посмотреть, покажут ли они одинаково на поддержку. И как долго это займет. Я, возможно, это, может быть, даже короткое видео сделаю в будущем. Если вы подписаны, получите уведомления. Если нет, подписывайтесь. Это поощряет делиться экспериментами. Иначе просто для себя запишу данные, да и все. Вот, значит, сейчас нам нужно сбросить энергометр, подключить эти батарейки туда на зарядку, посмотреть, сколько мы влили. Батарейки у нас 216 ВВХ, да, 6 умножить на 18, и у нас на две батарейки. В прошлый раз в случае с холодильником, но это здесь уже не важно, холодильник или морозильник. Здесь важны батареи, которые мы имеем. Не как в случае, когда мы питали отсюда, вы уж понимаете, да, отсюда мы питаем просто сутки. Сутки либо холодильник, либо морозильник заберет столько или столько. А здесь мы оттолкиемся от батареи. Они не могут дать больше того, что мы имеем. Поэтому вот у нас в случае с холодильником было 250 Ватт, мы залили в них, и, наверное, сейчас мы те же 250 Ватт должны залить, да, для батарейки, которые отдают нам 216. Посмотрим, воткнем, увидим скоро. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Подключил для сбора энергии. Все, завелись. Ждем, сколько он утянет из розетки. Зарядки не требуются. Сутки, естественно. Час, то ли на одну батарейку, то ли на две вместе. Это я не помню, это не важно. Как я узнаю, что они заряжены, ходить мне туда, опять же, не хочется. Но с прошлого эксперимента и вообще с опыта по этому заряднику, я знаю, что потребляет он 1 Ватт, когда там две заряженные батарейки в нем стоят. Когда батарейки вытаскиваем, он что-то совсем малое потребляет, что не видно даже на iSockete. Вот, значит, они зарядились. Это понятно. Поэтому вот это вот значение, которое получено на энергометре, это сколько получено из домовой сети. Я его сейчас забрасываю, и мы его здесь вот вместе со всей остальной предыдущей статистикой увидим и сделаем окончательные выводы. Ну вот он здесь, они тут заряжены. Все, это понятное дело. Значит, я записал, да, в прошлом эксперименте с холодильником, это в предыдущем видео. 251 мы в них залили. Вы только что это видели на экране. В этом случае мы залили 223. Ну, нужно признаться, что там еще стояли они вот в таком вот режиме где-то сутки, наверное, да? Сейчас-то я пришел где-то через 2-3 часа, может быть, не помню. Но там потребляли, правда, потребляли там 1 ватт не настолько много. Но это все нормально. Это в рамках нормального такого, да, лимита батарейки. Так, сяк, разрядились. Только стока-сека потребили из iC, короче. Вот. Но смотрите, батарейки, да, у нас, значит, формально вот они. 216 ВХ, если так рассчитываем. И влили примерно мы столько же. Здесь мы подсчитывали. Так, а калькулятор у меня уже... А, нет, смотрите-ка, унесен. Да, здесь мы подсчитывали. Я еще там спрашивал в том видео, правильно ли мы это сделали. Но видео еще опубликовано, поэтому от вас не услышать. То есть, что мы делали? Мы 216 делили на 251 и типа получали 86%, да, что ли, эффективность, да, ICDC преобразования. Так. А здесь мы что получается? 216 будем делить на 223 и получаем 96,8, 97 ICDC преобразования. Да, это больше нравится, потому что это ближе вроде бы как к реальному. Эффективность этого зарядника должна быть хороша. И то, что мы забрали из батареек, и то, что мы равнозначно DC в них влили, пользуясь IC, вот 96,8 ближе к эффективности. Возможно, здесь сыграло роль то, что реально. Они еще потом постояли, потратили энергию. А на что они потратили? Они должны были в нее влить. Ладно, короче, как-то так. Какая-то такая математика, что хотите, там, напишите в комментах по поводу ее умного, как всегда. Вот. И все остальные выводы, да, сделаны про часы. И я думаю, это последнее видео по Маките этой и по китайскому холодильнику. В целом, по-моему, 10 видео, по крайней мере, если на английском смотреть. Вот здесь вот вся статистика собрана по всем этим экспериментам. Также в приложухе Виктрона зарядника статистика по тому, сколько вливали в батарею. И я думаю, я, возможно, суммирующее видео запишу, где все это мы сравним. Если вы подписаны, то будет уведомление. Уведомление придет. Если нет, подписывайтесь. Это также поощряет меня шарить эту информацию с вами. Хоть она такая узконаправленная, но кому-то, может быть, в чем-то будет интересная. В общем, думаю, все. Не забываем также лайкать. Давайте, пока.